Наука это неотъемлемая часть нашей жизни, которая окружает нас каждый день. Поэтому Казанский Федеральный Университет старается поддерживать научные движения обучающихся в ВУЗе и организует традиционный фестиваль для студентов первого курса «Открывай мир науки». Ребята иногда не очень хорошо понимают, чем занимаются в их институте, и тем более не представляют, чем занимаются соседи, даже те, кто работает этажом выше или ниже. А подобные мероприятия позволяют действительно познакомиться со всем университетом сразу, если так можно выразиться. И иногда, я думаю, что в ходе подготовки вот этих мероприятий ребята уже нашли единомышленников, и именно вот так рождаются межпредметные связи и междисциплинарность, которая сейчас так актуальна. В рамках мероприятия преподаватели прочитали научно-популярные лекции. В аудитории 601 лектор поднимал тему «Ось, кишечник, мозг» или «Что мы знаем через 100 лет изучения микробиома человека». Рассказал о том, как микроорганизмы нашего тела управляют нами. Это интересная тема, которая сейчас достаточно многих интересует, ну, тем более, что в нашем университете в том числе разорабатывают разнообразные пробиотические препараты, которые в этом направлении тоже могут подействовать. Я решила сходить именно на лекцию по биологии, потому что это не направление, на котором я учусь, но, в принципе, очень интересно для расширения собственного кругозора, для жизни в целом. Вот. И как раз у нас есть такие направления, как лингвистика сейчас, нейролингвистика. Очень интересно, поэтому пришла узнать что-нибудь еще про наш мозг. В аудитории 603 преподаватель рассказал об искусстве красноречия и дал совет, как перестать волноваться перед публичными выступлениями. Наука – это особый взгляд на мир. Это возможность уйти от повседневности, от суеты, и посмотреть на этот мир беспристрастно, с интересом, с позицией того, что важно для каждого человека. И сделать это на высоком профессиональном уровне. На фестивале были представлены лаборатории социогуманитарного, психолого-педагогического и естественно-научного профиля. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета делились с первокурсниками своими знаниями и открытиями в разных профессиональных областях. Участники фестиваля познакомились с деятельностью каждого направления и подчеркнули для себя много нового. За моей спиной – это локация, которую представляют ребята, занимающиеся в кружке. Научный кружок называется «Олимпиадная подготовка». Сегодня они демонстрируют способ определения витамина С. Вот ребята демонстрируют способ определения витамина С прямо непосредственно в соке, который можно купить в магазине, и с помощью прямого металлотетрования, едуметрического, посмотреть, сколько же там витамина С содержится. Данный стенд представляет лабораторию по новой профессиональной компетенции, по здоровью и забережению. Основная работа данной лаборатории связана с населением. В данном случае студенты могут проверить себя в роли спасателя. То есть они делают селечную реанимацию пострадавшему, определяют, есть ли у него сознание, нет ли у него дыхания, и дальше делают массаж, непрямой массаж сердца. А на экране можно увидеть, как он глубину, правильные руки поставил, какую частоту при компрессиях все это делается, глубина вдоха. В рамках фестиваля «Открывай мир науки» состоялось торжественное мероприятие с подведением итогов фестиваля, концертом и церемонии, где первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский наградил первокурсников-победителей, призеров Всероссийских Олимпиад школьников и обладателей высоких баллов по результатам ЕГЭ. Способ войти в науку, способ познать то, чему вас учат, это есть участие в научной деятельности нашего университета. Активно участвуйте, поскольку будущее Казани, будущее Казанского университета, будущее страны в ваших руках. Напомним, что фестиваль «Открывай мир науки» предназначен для студентов первого курса обучения. Мероприятия такого масштаба позволяют ребятам узнать больше о Казанском университете, познакомиться с работой других институтов, а также найти хобби по душе.